В этом видео я расскажу вам о необычных и не особо распространенных обезьянах Кахау. Вы узнаете, что их родить с человеком. Также мы попытаемся разобраться, почему у них такой специфический нос и почему они избегают спелых фруктов. Интересно? Ну тогда поехали! Носачи, или как их еще называют Кахау, это обезьяны из семейства мартышковых, которых можно наблюдать в естественной среде только на малазийском острове Калимантан или Борнео, где эти приматы населяют прибрежные районы и долины. Носачей трудно с кем-то перепутать. Название говорит само за себя. Достаточно увидеть забавную морду, чтобы понять перед тобой носатые обезьяны. При этом носами столь выдающейся формы обладают только самцы. Морды самок выглядят куда аккуратнее. Шерсть носачей на верхней стороне желтовата-коричневая, а на нижней она окрашена в белый цвет. Лапы и хвост серого цвета, а безволосая морда красная. Размер носачей в среднем от 66 до 75 сантиметров. Хвост примерно такой же длины, как и туловище. Масса самцов колеблется от 16 до 22 килограмм. Это вдвое больше, чем масса самок. Кахау живут только на острове Борнео, в тропических лесах и манграх. К сожалению, сейчас таких лесов становится все меньше, так что носачам приходится туго. Они передвигаются по открытому пространству на четырех конечностях, но среди густого леса могут спокойно идти на двух ногах, держа корпус практически вертикально. Так спокойно передвигаться на длинные расстояния на двух ногах среди приматов могут только гиббоны и человек. Кахау живут в стаями от 10 до 30 обезьян, причем количество самцов и самок может быть различным. Есть группы с одним самцом и множеством самок, а есть чисто мужские группы, ведь не всем самцам-носачам везет с носами и самками. Некоторые, достигнув половой зрелости около 7 лет, не могут найти себе гарем, поэтому такие носачи, чтобы не скучать в одиночестве, собираются в чисто мужские компании. Взрослые самки могут жить в разных группах, покидая одного самца, переходить в другую стаю. Иногда группы могут объединяться для поиска пищи или для ночного спокойствия. Вы можете спросить, зачем насачу такой огромный нос? Ну, вопрос вполне логичный, но точного ответа на него пока нет. Как предполагают ученые, тут все дело в привлекательности. Самки предпочитают того, кто носатия. К тому же нос-огурец работает резонатором. Благодаря ему крик обезьяны звучит гораздо громче, что позволяет громко заявить о себе и отпугнуть соперников. Тут размер имеет значение. Чем больше нос, тем дальше разносится звук. А еще носачи криком предупреждают друг друга об опасности. И это очень важно, поскольку соседи у этих обезьян весьма недоброжелательны. Дело в том, что носачи, как лучшие пловцы из приматов, обычно живут около рек и часто перебираются с одного берега на другой в поисках фруктов, молодых листьев и цветов. Ведь именно этим носачи и питаются. Меню у носачей сезонное. С января по май они едят в основном фрукты. С мая по декабрь отдают предпочтение листьям и цветам. Правда, иногда могут поесть и насекомых, но только изредка. Интересно то, что в отличие от многих животных, носачи могут есть только незрелые фрукты. А все дело в сахаре. В спелых фруктах его очень много. Он провоцирует вздутие живота и это может оказаться смертельным. А теперь вернемся к воде. Нужно перебраться через реку. И казалось бы, не такая уже это сложная задача. Носачи умеют прыгать в воду прямо с дерева. Могут проплыть под водой целых 20 метров, а делать это быстрее помогают им небольшие перепонки на лапах. Но в реках Борнео живут крокодилы, которые не прочь перекусить обезьянкой. Так что водные процедуры дело очень рискованное. Хорошо, если рядом есть надежный друг с большим носом, который вовремя предупредит о приближении хищника. Кахау живут организованными группами гаремами. Самец, потомство, несколько самок от 2 до 7. В зависимости от размера, опять-таки, носа самца. Носачи дневные животные, поэтому ночью они спят на деревьях, а днем едят, играют, путешествуют в поисках еды и просто, как могут, получают удовольствие от жизни. Согласно неписанным правилам, чем обезьяна моложе, тем выше на деревья ей приходится забираться в поисках пищи. Также интересный факт, что малыши-носачи появляются на свет с голубыми лицами. Так что сказать носачу, ты еще голубой, это не оскорбление, а констатация факта. Кроме крокодилов, у носачей есть еще парочка опасных врагов. Это дымчатые леопарды, вараны и питоны, которые охотятся на обезьян на суше. Но также не стоит забывать о людях, от которых, увы, не скрыться нигде. Несмотря на то, что носачи охраняются законом, некоторые жители Борнео убивают обезьян ради мяса, которое считается деликатесом. А теперь можете поддержать меня и носатых обезьянок лайком, комментарием и, возможно, даже подпиской, чтобы не пропустить выход новых видео. Спасибо за просмотр, всех благ, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok